С вами Еленаз Набиуллин и программа «Бизнес по существу». Сегодня у меня в гостях Тарас Кожанов, директор фермы «Лукос Саба» и директор ассоциации промышленного козоводства. Тарас, приветствую. Добрый день, Еленаз. Тарас, традиционно начнем наше интервью с близ опроса. Я буду задавать короткие вопросы, а твоя задача на них отвечать. Почему выбрал предпринимательство? Я не выбирал. Я работаю в семейном бизнесе, поэтому с самого рождения я предполагал, что будет заниматься тем, чем занимается мой отец предпринимательством. А что позволило достичь успеха в вашем семейном бизнесе? Мне трудно говорить об успехе каком-то личном. Что касается бизнеса, мне кажется, что это трудолюбие. Отец всегда достаточно много работал, и это такая важная составляющая. Нельзя просто чего-то достичь. Это всегда связано с большими усилиями. Тарас, многие на самом деле действительно отмечают фактор трудолюбия, так скажем, в успехе. Но я еще люблю отмечать такой момент, что многим просто повезло. Как вот ты считаешь, везение, удача влияют на в целом успех предпринимателя? Я считаю, что это один из важнейших моментов. То есть можно делать достаточно много работы, но если тебе не везет, или даже не повезло как-то достаточно, может быть, в малых вещах, но они суммарно дают очень существенный эффект. Случайные встречи, случайные знакомства, которые могут неожиданно очень резко менять твой бизнес, позволять ему расти. Да, при этом тут я бы хотел отметить, удача предразумевается, что это какой же такой же навык, который можно развивать. То есть это, ну, случайность не случайность, да? То есть это надо, в принципе, делать какое-то количество попыток, и, скорее всего, удача пройдет. Я очень люблю говорить, что то, чем мы занимаемся с отцом, мы повышаем вероятность маловероятных вещей. Для того, чтобы какой-то большой начальник купил наш сыр, попробовал, ему понравилось, и он нам потом каким-то образом помог. Или какие-то встречи, которые происходят достаточно случайно. Например, по субсидии на козье молоко мы писали письма 4 или 5 лет. Потом на одной из выставок отец подошел к Медведеву и задал ему вопрос, почему козье молочное козоводство не считается молочным животноводством. Буквально в течение 3-4 месяцев у нас появились, соответственно, субсидии на козье молоко, к нам приехал министр на ферму и так далее. То есть иногда небольшие какие-то вещи или случайные события оказывают очень существенное влияние на то, чем ты занимаешься. Я правильно понимаю, Медведев это наш премьер-министр? Да, на тот момент премьер-министр. В рамках «Золотой осени» была выставка, он шел вдоль рада, соответственно, животных, мы там выставлялись. Ну, отец практически, растолкав плечами окружающих, выкрикнул что-то про свой вопрос. И 5 лет писания писем фактически превратились вот в один этот момент. Но если бы мы не писали 5 лет писем, скорее всего, тоже бы ничего не произошло. Мы таким образом готовили, ну, как почву для того, чтобы вот произошло какое-то изменение. То есть эти вещи, которые надо делать, и то, и другое. Просто на случайных вещах тоже не вывести. То есть я правильно понимаю, что это был некий такой тернистый путь? То есть, собственно, было ли желание у вас все бросить? Желание все бросить появляется регулярно. В этом году, в ноябре месяце мы пережили 5 проверок, там, Роспотребнадзора, Роспетнадзора и так далее. У нас параллельно идет 2 налоговых проверки. И с отцом мы честненько обсуждаем что-нибудь вроде того, что, боже мой, это последний раз, мы не сможем больше этим заниматься. Количество проверяющих стран достаточно высокое, и это всегда напрягает. И это, наверное, один из таких существенных факторов, который заставляет нас переживать. Хотя мы не делаем ничего специально неправильно. Всегда возникают какие-то очень сложные риски, которые заставляют, я думаю, что, боже мой, может быть, все продать и уехать. Но мы считаем, что очень важно делать эту страну лучше. Согласен. Были ли на твоем пути наставники? Да, были. Почти каждый руководитель, с кем я работал, я вспоминаю как человека, который мне что-то дал. Я до сих пор использую какие-то фразочки, которые у них были. Я использую то ощущение корпоративной культуры в компании, где я работал. Одно из моих мест работ была айтишная компания. Мы занимались программным обеспечением для гостиниц. Я до сих пор пытаюсь выращивать такую же культуру, как в айтистартапах на ферме. Мне кажется, это очень важно, чтобы это распространяло на многие компании. Безусловно, могу отметить администрацию Садминского района в качестве наставника. Для меня тоже пример фантастического трудолюбия и многих других вещей. Первый свой руководитель, это сестра отца была. Она до 72 лет работала на ферме и тоже руководителем. Когда я был 71 год, она позвонила отцу, там какие-то два разнорабочих напились, и она хотела пойти и их стукнуть головами друг от друга. Девушке тогда уже был 71 год, и она чувствовала себя в полном состоянии это сделать. Каждый человек может тебе что-то дать важное, и нужно этим пользоваться. Как ты считаешь, что должен делать предприниматель и что не должен делать предприниматель? Мне вообще сложно назвать себя предпринимателем. Мне кажется, я больше менеджер, то есть человек, который занимается реализацией каких-то проектов, чем их придумыванием. Но для предпринимателя, наверное, очень важно увлекаться идеей, которые ты придумал, жить ей, или брать пример моего отца, а не делать, ну, стараться не так быстро угасать, наверное. Это тоже одна из проблем, что каждый понедельник все планы меняются, и компании в этом случае трудно переваривать ту энергию, которую задает предприниматель и руководитель. Раз у нас речь идет про фермы, это достаточно такие долгосрочные проекты, какие у вас цели проставлены на 3, 5, 10 лет? Проект «Лукос Соба» начинался как проект самой большой козьей фермы в России, молочной козьей фермы. Сегодня это так и есть, то есть мы крупнейшие в России, и следующая цель, которую мы ставим, стать крупнейшими в мире. Есть некие проблемы с тем, чтобы собрать такую полноценную статистику, нет рейтинга козьей ферм мирового, но из того, что я видел, я думаю, что мы сейчас находимся близко к тому, чтобы перейти на высокий мировой уровень. Я думаю, что это где-то будет 22-й год. В наших планах завести к 20-му году порядка 8 тысяч голов на «Лукос Соба», и если все будет складываться, то к 25-му году поголовье должно вырасти до 20 тысяч. Мы должны научиться делать детское питание с козьей молока и продавать его в рамках всего СНГ. Отлично. И последний вопрос нашего БЛИЦ-опроса. И традиционный вопрос от Казанского федерального университета. Какую книгу ты посоветуешь начинающему предпринимателю? Читать книги достаточно важно. Я читаю порядка 30-40 книг в год. Из последнего, что на меня произвело глубокое впечатление в области менеджмента, это был «Одизис» — «Управление жизненной циклой корпорации». Я читал и прям ощущал, что, боже мой, откуда он все это про нас знает, как будто он писал про нашу компанию. Поэтому, что касается менеджерских каких-то вещей, я считаю, что «Одизис» — это то, что надо обязательно прочитать каждому управленцу. Спасибо за БЛИЦ-опрос. Сейчас мы перейдем к основной теме нашей беседы. Это промышленное фермерство в Татарстане. Расскажи, что это? Промышленное фермерство. Но я вам не скажу за всю Одессу. Я могу рассказывать только про молочных коз, нашей специализации. В России порядка двух миллионов коз. Это достаточно большая цифра. Другое дело, что в сельхозпредприятиях, то есть более-менее организованных, порядка 40 тысяч животных. То есть в основном это ЛПХ или личные подсобные хозяйства. Мы занимаемся именно промышленным козоводством, то есть это крупные фермы. Мы правильно понимали, личные подсобные хозяйства, это когда у тетеньки есть своя козочка, которая она, собственно, сама содержится, сама все это обслуживает. Да, потом она в пластику бутылку наливает молоко, частично выпивает сама, а что-то там продает соседям. То есть мы можем назвать, что они являются вашими конкурентами? Да, я обычно говорю, что главные мои конкуренты – это бабушки на рынках. То есть это как бы вот... Постепенно ситуация меняется, наверное. Все меньше людей хотят держать домашних животных. То есть... А с чем это связано? Почему они меньше хотят? Рентабельнее покупать все-таки готовую продукцию в магазине или же мы ленимся? Поколение, наверное, меняется. То есть современные дети хотят не гулять, а ковыряться в смартфонах, поэтому... Ну да, если сравнивать поиграться с айпадом и подоить козочку, наверное, скорее всего, выберут первую. Да, поэтому все это достаточно сложно, достаточно нагружено. Появляется, соответственно, достаточно много видов работ, где можно получать достаточно хорошую зарплату и при этом не заниматься каким-то еще подсобным хозяйством. Поэтому, если брать, опять же, Сабинский район, 20 лет назад почти в каждом доме была корова. Сейчас внутри богатых сабов нет коров. Это тенденция, она, наверное, общероссийская. Поэтому будущее, наверное, все-таки за мелкими, средними и крупными фермами, а не за подсобными хозяйствами. Хотя они еще долго будут сохранять важную роль. В области коз еще очень много должно пройти времени, чтобы выросло именно промышленное козоводство, и оно стало существенной долей. А вот перед началом съема мы с тобой обсуждали немножко твою историю. То есть, если я правильно понимаю, ты по образованию все-таки инженер, по, так скажем, роду деятельности ты фермер, а по операционной своей деятельности ты менеджер. Так. И почему так произошло, и как началась все-таки твоя карьера, и кто же ты на самом деле есть? То есть, ты все-таки фермер, ты все-таки менеджер или предприниматель? Просто в разные периоды времени, или даже в зависимости от разных ситуаций, я могу очень по-разному представляться и вести себя. В школе я очень увлекался физикой и хотел поступать на физикоядерщика. То есть, МФТИ – это была моя мечта, и я многое тратил на это времени. Отец сказал, что мне никакой Москвы. Учиться надо здесь, потому что надо работать на ферме. Ну, собственно говоря, я с этим согласился. Но поступать в аграрный вуз мне было не очень интересно, потому что проходной балл там был, по-моему, чуть выше двойки. То есть, типа там 2,3 балла, если у тебя есть из пяти, то как бы ты годен. Я пошел на радиотех, потому что был достаточно высокий балл. Я всегда хорошо учился, весь такой ботаник и так далее. Поэтому учился я инженерным вещам. Когда-то я работал программистом, недолго, но тем не менее. А поскольку в рамках фермы ты очень ограничен, то есть ты не можешь сам подоить сиркоз, сам переработать это в сыр, а потом сам его продать. Ты вынужден работать среди дней. Поэтому ты естественным образом приходишь к управлению. Наверное, если спрашивать, кто я, то я обычно отвечаю, что я управленец. Но начинал-то ты с чего? То есть ты же, я так понимаю, все это прошел, пастбище, это подоить к козлу. Да, то есть еще начиная с 10 класса, все летние каникулы я проводил на ферме, пас, коз, доил, чистил навоз, тащил каловину на тележке. То есть все это я прошел. Это хорошая школа. Потом я уже в университете работал на заводе, варил сыр, проводил анализы, развозил продукцию, комплектовал ее. Позже занимался какими-то учетными вещами. Я достаточно много знаю предметных вещей, именно вот что касается технологических или бизнес-процессов всей компании. Мне кажется, это очень важно, чтобы руководитель об этом знал и представлял, как все это работает. Да, сейчас я уже давно не даю коз сам. Я не воюю сам сыр. Но это производит на людей впечатление, когда приводишь кого-нибудь на ферму, ну скажем так, какое-то среднее начальство. Подходишь к козе, доешь тут же в стакан и предлагаешь им попить молока или сам его пьешь. То есть это по крайней мере того, что ты не просто руководителя, ты примерно знаешь, как все это работает, ты довираешь этой продукции, что там не пастеризованное молоко и так далее. На людей это производило сильное впечатление, а всякие вещи инженерные. То есть для руководителя очень важно знать много, о многих вещах понемногу, а не специализироваться на чем-то конкретном. Потому что задачи, которые возникают, чаще всего ты о них никогда не знал. То есть построить ферму, боже мой, как это делается, вообще с чего начать, что такое проект, что такое ростверки, как все это делать. Чтобы все-таки мы все понимали, о какой ферме идет речь. Какое поголовье сейчас в ферме луко-саба? Сегодня на луко-саба 3,5 тысячи животных. По тем данным, что я имею, это крупнейшая козья ферма в России. То есть это не просто построить ферму, а построить ферму на 3,5 тысячи голов? Ну, проект у меня 7,800. У меня еще есть, что построить. Мы ведем строительство сейчас с еще одного корпуса. Так что добавится еще порядка 2 тысяч голов. Поэтому планы достаточно большие. На ферме работает порядка 30 сотрудников. Выручка в этом году порядка 50-55 миллионов будет. Вложение фермы составили порядка 320 миллионов на тот момент, что сейчас построено. Следующий корпус еще порядка 100 миллионов будет стоить. Поэтому луко-саба сегодня представляет такую картинку. Но тут, когда я начинал ее строить, я так много всего не знал. Я помню, я ходил к разным людям и они так спечально на меня смотрели. Типа, боже мой. Кому доверили? Да. Он же вообще ничего не знает. То есть я задал какие-то дурацкие вопросы, что-нибудь типа, а можно построить без строительного проекта? То есть без чертежей. Типа, я же нарисовал один рисунок, вам от руки сейчас вот этого. Разве строителей мне достаточно? То есть что такое госэкспертиза? Что там, что такое генплан? Я ничего этого не знал. И если есть какая-то поддержка, то это можно все пройти, изучить и разобраться. И в общем-то достичь, я считаю, неплохого результата. Мы достаточно хорошо вложились в смету. То есть у нас не было перерасходов строительных. Со сроками – да. То есть сроки – это, пожалуй, основная такая боль. То есть если вот брать 2010 год, когда мы об этом задумались, мы думали, что уже в 2013 году у нас будет то, что есть сейчас. То есть мы где-то на три года отстаем от первоначального видения. С чем это связано? Связано ли это с кризисом, который у нас сейчас есть? Нет, это связано с тем, что мы были очень оптимистичны. То есть нам казалось, что ну построить ферму можно месяца за три. Я строил ее там полтора года, и теперь я понимаю, что достаточно быстро. Я думал, что проект можно сделать за месяц. Проект я сделал за семь месяцев, потом еще девять месяцев проходил экспертизу по нему. То есть это, ну как, неадекватное планирование. Мы никогда в жизни до этого не строили новых объектов. То есть это был такой существенный опыт, который не было даже у отца. Он всегда занимался только реконструкцией старых каких-то коровников, заводов и так далее. А вот кризис как на вас повлиял? Я так понимаю, раз вы занимаетесь все-таки пищевкой, то кризис повлиял должен был положительно, потому что эмбарго, потому что запрещены были ввозы определенных видов товара. А вы как раз таки производите и продаете внутри страны. Да, мы, наверное, были одни из главных бенефициаров соответственно продуктовых санкций. Я как сейчас помню, что это был август 2014 года, когда объявили вечером. О начале продуктового эмбарго. И на следующий день с утра у меня в почте было несколько писем от новых клиентов, что, боже мой, мы готовы у вас купить все, что угодно, почти по любым ценам. То есть в следующие несколько месяцев у нас был прям наплыв новых клиентов. Мы увеличили производство козьих сыров в 30 раз, наверное. Мы начали покупать козье молоко со стороны, чего раньше не могли себе позволить. То есть это все оказало достаточно существенное положительное влияние на нас. При этом мы не забываем о том, что санкции не навсегда, что это временное явление. И мы должны уметь делать продукт, который был бы конкурентен на мировом рынке. Рынки давно стали глобальными. Ты не можешь делать продукт в Татарстане, продавать его только на татарском рынке. Твой сыр должен конкурировать и с французским, и с немецким. То есть рынки стали все общие. И к этому нужно стремиться. И сейчас просто появилось некое такое ускорение, которым ты можешь воспользоваться, как в стартапах. Но конечная цель – это все-таки глобальная мировая конкуренция. Возвращаясь к слову «стартап», ты отметил, что хочешь выстроить такую корпоративную культуру, какую, собственно, мы вычитали обычно, например, из книжек про Google, может быть, про Facebook, как они сидят на пуфиках, такие все интересные айтишники. Я вот не могу себе представить доярку на пуфике, которая высчитывает производительный скос. Что это? То есть, наверное, я все-таки пару раз вам скажу. У айтишников это очень важно, потому что в зависимости производительность программиста очень сильно зависит от его настроения. Если он в хорошем настроении, он может стать хороший код, и достаточно быстрый, эффективный и так далее. У доярок, кладчиков, кирпича и так далее эта зависимость тоже есть, но в гораздо меньшей степени. Поэтому ты экономически не всегда обоснованно тратить большое количество денег на создание там очень хороших условий труда. Но какие-то элементы ты, безусловно, можешь пользоваться. Это хорошая комната отдыха, это какие-то печенюшки, это корпоративные праздники регулярные, это какая-то корпоративная символика, это специально удобная спецодежда, это регулярные какие-то там отмечения важных. Это относительно горизонтальные, хорошо развитые горизонтальные связи внутри компании. То есть, например, когда я работал у программистов, у нас единственный человек, который назвали по имени общества, была Рейса Григорьевна, наша уборщица. Вот все остальные, как бы там Саня, Леха и так далее. Это то, что как бы я у себя в компании пытаюсь использовать и внедрять эти вещи. Безусловно, это сложно. То есть, человек, который работал раньше по одному, приходя в нашу компанию, испытывает некий дискомфорт, потому что какой-то руководитель у нас странный. И вообще молодой. Но постепенно, мне кажется, люди раскрываются и привыкают к тому, что это нормально, что директор — это не какой-то страшный человек, к которому надо ходить только в последнюю очередь. А с ним можно вполне общаться, и он не будет на тебя орать за то, что ты к нему просто пришел с каким-то вопросом. Я согласен с тем, что настроение влияет на производительность, и наверняка вы еще как-то стараетесь через настроение коз влиять на производительность их молока. Да, у нас была популярная история о том, что классическая музыка влияет на производительность молочных животных, улучшает состав молока и так далее. Мы использовали достаточно дорогую аудиосистему на дойке, чтобы козы слушали музыку. Но через некоторое время не отключили доярки, они сказали, что классической музыке болит голова. А были ли какие-то результаты? То есть, возможно, по цифрам что-то заметили? Ну, кроме, так скажем, жалобов доярки. Несущественные результаты. Мое представление все-таки это больше маркетинг. Вообще, даже сельское хозяйство, а может быть, особенно сельское хозяйство, не знаю, очень много стоит из маркетинга. То есть, все эти эко-био, все эти истории, что это молоко вечерней дойки или еще что-нибудь. То есть, люди давно не покупают продукты, люди покупают легенды. И ты должен научиться их создавать дополнительно к продукту. Как бы смысл бизнеса именно дать человеку почувствовать какую-то причастность. У нас есть веб-камеры на ферме. То есть, когда менеджер по продажам приходит в какую-нибудь сетку московскую в ритейл, говорить о переговорах, у них какие-то там кванты, квоты, чего-то, еще свой специфический сленг. Типа, а давайте посмотрим на козочек. И там вот как козочки идут на дойку. И средний московский менеджер-закупщик никогда не видел ферму. И тут в этот момент у него наступает некий диссонанс о том, что вот все эти кванты и квоты, они на самом деле выглядят вот так, как козы идут на дойку. То есть, это вот с этого начинается. И отношение меняется в этом. То есть, это работа не только с клиентом, но и с партнерами. Ну и вот про маркетинг. Я как-то вычитал статью о том, что вы организовали некую поездку в Владивосток к известным личностям. Расскажи про это. Да, наверное, сейчас тема тигра Амура и козла Тимура несколько поутихла. Но в тот момент это была, так как 8 марта вся была готовилась поездка на слуху. Мне тогда появился новый сотрудник-пиарщица. Она мне несколько дней уговаривала, что типа давай тоже отвезем туда наших коз. Я ей говорил, рада, посмотри на карту, где тот Ростан, где Владивосток, как ты себе это представляешь. Неожиданно я получил всестороннюю поддержку и со стороны отца, и садинской администрации. Говорили, блин, это такая классная тема, надо ехать. И мы за несколько дней буквально придумали технические всякие моменты, порешали. То есть перевозка животных, оказывается, существует самолетом. Я с удивлением узнал, что даже косаток перевозят самолетом. То есть типа там козады, это вообще там не проблема. Очень важно участвовать в каких-то вещах, ну не то чтобы социальных или позитивных. Трендовых? Да, то есть выходящих за рамки обычной деятельности. Так, чтобы как-то вот у людей появлялось ощущение, что мир достаточно интересен, и ты можешь вполне в этом участвовать. Поездка стоила, наверное, суммарно со всеми историями, может быть, тысяч 150-170, из них, по-моему, 60, это был перелет КОЗ. Но количество упоминаний и какой-то информационного шума, который мы получили, я думаю, можно было оценивать миллионами рублей, если мы хотели этого достигнуть. Поэтому я считаю, что это была эффективной историей продвижения какого-то козьей тематики, что ли, в массы. А как-то тоже смогли оценить эффект от этого? PR всегда очень трудно считать. Мы не такая крупная компания, чтобы тратиться на какие-то существенные исследования в области узнаваемости бренда или еще чего-то. Но вообще мы с отцом, мне кажется, очень процессные люди. Нас интересует чаще процесс, чем результат. Поэтому если что-то нам кажется прикольным, и мы можем потратить на это денег, мы стараемся это делать. Если это не находится в противоречии с законами здравого смысла. Отвезти Косово-Удивосток – это прикольно. Это надо делать. То есть это вот, ну, смысл предпринимательства – как раз делать какие-то такие социально полезные, интересные вещи, от которых я самому круто. Вот этим мы и занимаемся. Отлично. Расскажи нам о понятии регулярный менеджмент. В компании есть такое достаточно существенное разделение. Отец – стратег. То есть вот идеи, новые придумки, какие-то там вот бизнес-идения. Визионер, который просто смотрит вдаль и говорит нам туда. Да. То есть я тактик. То есть моя вот эта скучная операционная работа, я обычно говорю, что я скучный корпоративный менеджер. Например, я всегда говорю, что оказалось, что я могу построить Козефер в Татарстане, но я никогда бы не смог придумать построить Козефер в Татарстане, потому что это задача, ну, как бы другого уровня. Я построю рядом просто еще одну такую же, ну, то есть как бы нет у меня вот этого вот возможности выйти за какие-то рамки, которые в голове есть. Регулярный менеджмент, который я использую, это некая система планерок, фиксированная во времени с ключевыми сотрудниками, в рамках которой мы ведем беседу примерно как с тобой сейчас, только все это фиксируется в онлайн-документах, и на следующей неделе мы прибегаемся по тем задачам, которые были, таким образом обеспечиваем, ну, какое-то более-менее поступательное движение по всем вопросам. Отца, например, все это бесит, то есть как бы для него типичный менеджмент, это когда ты с криками прибежал в кабинет в тот момент, когда тебе это удобно, там, что-то вывалил на сотрудника, какую-то гору информации и убежал. Тушить пожары просто. Ну, есть такой, понимаете, чайка-менеджмент, то есть ты прилетел, там, покричал и улетел. Регулярный менеджмент это более системная работа, то есть это фиксированное время, сотрудник знает, когда ты придешь, он будет знать, что ты его будешь спрашивать, что он должен ответить. У отца это типичная проблема, почему они это не сделали, а ты им об этом говорил, то есть как бы не стоит ожидать, что сотрудники сделают что-то такое, что им не было сказано. То, что у тебя в голове куча всяких идей, ну, ты и поделись, то есть как бы не все знают все то же самое, что и ты. Поэтому я вот кипучую энергию отца преобразую вот в какие-то... То есть вы, можно сказать, что вы отличная команда, вы друг друга дополняете? У меня есть несколько знакомых примеров семейного бизнеса. Мне кажется, что в моем случае я в очень комфортных условиях нахожусь именно в партнерство, а не в серии, типа, ну-ка, побежал и сделал. То есть безусловно, он принимает решения. То есть он ставит нам какие-то там глобальные задачи. Но я имею достаточно большую свободу в том, как их реализовывать и как их достигать. А ты совершал ошибки в бизнес-карьере? И как ты относишься к своим ошибкам? Я не могу сказать, что были... То есть как бы если я мог вернуться назад и что-нибудь исправить, то, собственно говоря, наверное, мне не так уж много чего есть исправить. То есть на тот момент все вещи, которые были сделаны, они, ну, как бы... Ты же не можешь сразу знать всего. При том количестве информации, что у тебя было, твои решения были более-менее адекватны. То есть да, наверное, я бы сейчас поменял там систему вентиляции на ферме или по-другому сделал систему канализации. То есть в опыте эксплуатации я понял, что это было как-то не так. Может быть, какие-то вещи я там раньше бы реализовал. Раньше бы меня главного бухгалтера, например, другого. Мне тогда было тяжело, я затягивал этот момент, что вот как же так, дать ему шанс, потом еще один шанс. То есть... Ну, это все какие-то жизненные этапы обучения, из которых ты не можешь просто взять и выкинуть из жизни. Тебе необходимо совершать какие-то ошибки. Вот прям критически смертельных я, пожалуй, что не могу назвать. Но какие-то промахи, это как бы... Всегда можно сделать что-то лучше. Это как бы... Ты должен привыкнуть с этой мыслью жить. Ты не можешь быть идеальным. И последний наш вопрос. Чего бы ты хотел пожелать нашим слушателям? Ну, тут, может быть, опять же, две стороны медали. Как я, как человек, который больше любит какую-то системную работу, я хотел бы желать вам быть системными. То есть результат во многом состоит из многократных повторений одного и того же. Все записывать, фиксировать, вставить даты, обозначать ответственных, понимать, что тебя правильно поняли. То есть это вот такая скучная системная работа. Мой отец бы сказал что-нибудь, типа, надо верить в себя, придумывать всякие классные идеи и как бы идти к ним. Правда, наверное, как-то где-то посередине. Наверное, то и другое необходимо. Просто у каждого есть склонность либо к одному, либо к другому. Мало людей, которые воплощают в себя сразу два этих качества. Тарас, спасибо большое за беседу. Было очень интересно. С вами был ведущий Ильиназ Набиуллин и программа «Бизнес по существу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова